Так автомойка выглядела в августе, а так сегодня. Несмотря на обращения и запросы чиновников о запрете строительства, каркас сооружения обрастает металлом и не только. Есть освещение, распылитель, видеонаблюдение. При нас из двери, соседней с опечатанной, вышли мужчины в робе. Какую-либо работу здесь отрицали. Вы проводку проводите или чем занимаетесь? Мы занимаемся наружными сетями, мы к проводке не имеем отношения. Прежде владельцы автомойки просили дать им время, чтобы ее достроить. Они говорили, что она впишется в существующий городской ансамбль. Но судя по металлической конструкции, вписать в ансамбль невозможно собирается лишь цвет – желтый. Интересный факт, но защитой турзоны власти города занялись после волны возмущений со стороны барнаульцев. Городской администрации нам пояснили, строящиеся здания находятся на территории защитных зон ансамбля Демидовской площади. Поэтому его и нужно снести. Правда, где начинается эта зона, не уточняют. И добавляют, для такого капитального строительства нужно запрашивать разрешение. Владельцы автомойки не согласны. Говорят, это временные объекты, требования под него другие. К тому же противоречий с кадастровой карта нет. По ней этот участок и предназначен для эксплуатации автомойки с магазином. Это полностью сборный объект, у которого нет фундамента. Сваи не забиваются, никаких работ, которые могут повлиять на окружающее здание, нет. К тому же, если целевое назначение земельного участка соблюдается, а оно соблюдается в данном случае на 100%, то никаких согласований не требуется. 18 октября арбитражный суд вновь будет рассматривать дело о сносе строящейся автомойки. А 19-го вступит в силу запрет на строительно-монтажные работы на этом земельном участке. К тому времени автомойка может уже начать работу. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости.